Ну, уважаемые друзья, я иначе не могу сказать, потому что действительно блестящая совершенно конференция. Одна из лучших, на которых мне... Вы знаете, что раньше мы много ездили, у нас есть опыт, уже и годы позволяют это сказать. Действительно, я вчера говорил, и вечером мы говорили за дружеским столом, что Алексею Михайловичу с его коллективом удалось создать такую, собственно... Ну, я бы сказал, онкологическую МЕКУ, на которую действительно едут сейчас молодежь, и я вам должен сказать, как человек, которым доверено руководить коллективом, в который входит 4700 человек и более 500 докторов наук, ко мне шли и подписывали массово на командировку. Вы знаете, что если неинтересно, есть очень опытные люди, их не загонишь. А тут, правда, массово шли подписывать. Должен сказать, что я отказал только двоим бездельникам, и то в наказание, Алексей Михайлович. Так что в нашей делегации тут представлено более 50 наших ребят здесь, и спасибо вам за эту школу. Уважаемые коллеги, значит, пришла моя презентация, спасибо вам большое. Я уже начинал вчера и показывал, что у нас есть организации, без которых мы не можем обойтись в плане совместной работы. И обязательно надо внимание обращать не только для того, уже мы сейчас поняли за эти годы, чтобы нам понять, но и чтобы понять, на каком месте мы с вами находимся. Но среди них есть, это я показал, крупные такие фрагменты. Здесь есть научно-исследовательские центры, в том числе центры радиологии, без которых нам не обойтись. Мы должны видеть те тенденции, которые происходят в мире, без этого тоже нельзя обойтись. Я вам, кстати, должен сказать, что они с удовольствием посещают наши центры, и мы сейчас это видим, и здорово повернулись к нам лицом. Во всяком случае, у нас проходят телемосты с сербами, хорватами, корейцами, японской стороной. Они с интересом слушают нас, и многие вещи их просто заинтересовывают крайне. Например, у нас 18 делегаций за этот год прошло, которые смотрели протонный ускоритель. Им очень нравятся инженерные решения наших ученых, которые возглавляют группу Владимир Егорович Балакин, который считает, что его решение лучше. Но он такой похож немножечко, у него свои характериологические особенности, но толковый и талантливый инженер. Вот такая вот статистика. Я вам вчера тоже пытался ее показать. Видимо, что мы здорово не добираем в заболеваемости. И тут вот наша большая проблема, которую мы с вами должны продумать, как совместно решать. Мы с вами, если будем характеризовывать заболеваемость и смертность по стандартизованным показателям, я уже тоже вчера говорил, что при анализе стандартизованных показателей ситуация значительно хуже, чем я показал по грубым, по уровню смертности в России уступает только Дании и Франции, по уровню заболеваемости стандартизованные показатели один из самых низких, ниже только в Австрии. Но в Австрии там небольшая страна с таким своеобразным тоже регистрирующим подходом. Надо сделать так, что все-таки пациент шел ближе, и мы с вами тоже вчера это обсуждали, разрешите не останавливаться на этом слайде, это ЦАОПы. Это вот то, что должны делать наши МИЦы вместе с ЦАОПами. Регион специфический, системный подход, контроль обоснованности, планирование вооруженности онкологических диспансеров. Я к чему я веду? Что без регистрации, нормальной толковой регистрации нельзя. И если здесь есть представители региональные, вы поймите одно, многоуважаемые коллеги, что если мы видим, что прибавляется у вас причина смерти от других причин, то мы страдаем, потому что мы не можем сделать нормальный, правильный вывод. Поэтому лучше, если вы нам будете показывать истинные данные, потому что только истинные данные, ну, сами понимаете, могут нас привести к решению истинных задач, для того, чтобы мы с вами сделали истинные выводы. Я впервые дал задание своим многоуважаемым помощникам, чтобы они начинали, и мы сейчас будем вести эту работу, сравнительную характеристику со странами. Потому что, на самом деле, это вот впервые я буду стараться показывать то, что происходит за рубежом, то, что нам удалось накопать. Но то, что мы будем еще и больше, и больше углубляться и проводить такую разведку, что где делать и отслеживать, я вам буду постепенно показывать. Поэтому, ну, в смысле, в будущем. Итак, каждый онкоцентр специализируется в Великобритании на отдельной технологии. И мы с вами знаем, мы бывали в английских центрах, ну, до нескольких моих поездок в Сирию. Сейчас они не очень приветствуют моих поездок, но ездят мои ребята. Но они говорят о том, что есть, продолжается эта тенденция. Раньше я очень часто бывал в центре ЛИЦ. И кто был в этом центре, тот знает, что он посвящен только радиологическим проблемам. И вот это один из примеров, который позволяет эту тему понять. Что в Германии нам удалось раскопать? Что онкологическая служба, как в России, в такой вот службы, как таковой, в Германии нет. У них эта диагностика и лечение проводятся в общих клиниках, как правило, университетских. По локализации создаются специальные и сертифицируемые центры, например, простатцентры. Ну, вы знаете, что я в прошлой жизни онкоуролог, и я много бывал в этих центрах. Это действительно может быть просто в университетской клинике или в обычной евангелистской, например, клинике, где сильный руководитель, он сертифицирует эту часть и так далее. Более того, мы пошли дальше, и мы сейчас сертифицируем два отделения, а следом еще одно немцами, мы оплатили сертификационный. Мы сейчас проходим сертификацию, чтобы нам выходить на международный туризм. Я вам объясню, почему. У нас подписаны несколько договоров с хорватами, сербами, болгарами, но, конечно, нам лучше, чтобы мы были сертифицированы. Мы сейчас сертифицируем отделение. Что происходит в Японии? В Японии мы очень дружим со многими профессорами. Там разработана внешняя долгосрочная программа. Более того, в этом году, если ничего не сорвется, мы в Осаке должны подписать договор в присутствии руководителей стран. Вы знаете, что происходит там саммит. Я улетаю буквально туда во вторник вечером, чтобы в присутствии наших руководителей подписать с Японской онкологической службы. У них очень давно и целенаправленно, причем под курацией императорской семьи, проходит программа, пока вы читаете вот эту всю цифирь, программа по онкологической службе. Причем, что интересно, когда мы перевели, а переводчики нам переводили самые лучшие, которые там, и которые переводят для АБЭ, для нашего президента, они четко сказали, что у нас очень совпадают вот эти основные фрагменты, что мы хотим. И даже 4П у них есть, над которым мы смеемся, персинификация. Почему? Вы знаете их отношения, в том числе, что такое парсипативность? Это вот участие организаций. Вот вчера открытие продемонстрировало мудрость Алексея Михайловича, дружбу с этими организациями. Это очень важно, они могут подсказать больше, и спустить вот эту вот грозу куда-то вот здесь, в таком нашем. Почему? Понятно, что у нас мы тоже разные, и можем их немножечко обидеть, поэтому здесь вот тоже очень большая работа. Так вот, это очень совпадает. И вы знаете, что национальные программы скрининга от этого очень зависят. Что сказать по европейским референсным центрам? Помните эту глобализацию, которую они начали? И сказали, мы не будем тратить большие деньги, мы создадим виртуальный консультативный совет, они его создали по различным дисциплинам, используя специализированные платформы. Собственно, мы сейчас с большой стороной тоже вроде хотим вот с помощью этих референсных центров сделать то же самое. Но у них оказалось, что нет административной цепочки и влияния на, в том числе и подачу этих данных, для того, чтобы они анализировали эту историю. Это все по желанию. Так вот, когда они спросили желания, тот, кто, особенно восточная Европа. Вот сейчас получилось так, что при разговоре, в том числе и с венграми, и с чехами, с которыми были сложные отношения, вы знаете, сейчас они очень повернулись к нам, у нас с Карловым университетом, и с их онкологической службой «Большая дружба и договор». Они говорят, что забрали все кадры, высосали все кадры, оставили пустоту, оставили пожилых людей. Ну, мы это видим с вами по странам Балтии, собственно. И оставили вот такую вот картинку. Но рассчитывая, что «А не надо вам ничего, мы вам референсным этим центром поможем». Но мы с вами понимаем, что когда уходит, для того, чтобы плавать, надо плавать. Это мы с вами знаем. Для того, чтобы была своя система, надо ее поддерживать. Надо каждый день спотыкаться о те проблемы, которые есть. Если мы не спотыкаемся об эти проблемы, а они, то мы тренируем с вами европейский референсный центр и работаем на него. Что мы получаем? Ничего мы не получаем, кроме того, что, ну, может быть, вечером нас покормят в каком-то хорошем ресторане, но вы знаете, что не всегда тоже у нас получше бывает. И европейские референсные сети объединили вот такое огромное количество учреждений, оставив их без своего опыта работы. Ну, посмотрите, потом я покажу американскую систему, ну, такую, которую... Я вот что еще хочу вас попросить. Давайте вообще сделаем, может быть, если у вас есть опыт, мы сделаем такой доклад. Почему такой анализ нужен? Потому что мы с вами будем понимать, опять же, на каком месте у нас онкологическая служба. Обратите внимание, что при всем объединении Европы, при всей дружбе с Соединенными Штатами Америки, они не объединяют системы в основном, и все равно они самодостаточны и самостоятельны. Значит, что? Какой вывод можно обратиться? Что нет совершенной системы пока. Нету той системы, которая вот лучше всех показала себя. Не объединили они методологию совместно. Они пока что только тоже смотрят и переглядываются друг к другу. И мы не должны бросаться к ним говорить, а вы это все знаете. В том числе и Всемирная организация здравоохранения, дай бог им здоровья, они огромную делают работу, но нет единой регистрационной системы и в МАИРе. Так вот, что с общественными организациями, а то и с той персипативностью, которую без них нельзя, мы с вами говорили. Ярким примером развитого гражданского общества, конечно, является Германия. Не надо это никому доказывать, они сильны. Как уже упоминалось выше, нет в Германии даже стройного понятия онкологической службы. Но нет такого понятия. Большую роль играет общество. Посмотрите, сколько обществ. Немецкое общество онкологов, 8 тысяч членов. Фундаментальные исследования ведет, основные задачи регистрации. Вы посмотрите, вот видите, у них сколько сообществ. Немецкое общество по гематологии и медицинской онкологии. Междисциплинарное сопровождение составляется объединением 60 региональных центров онкологии. Не все из них дружат. Я, например, учился в Берлине. Я вам скажу, что многие мои однокашники стали великими уже в Германии. И мы дружим за столом, и дружим много лет. Не всегда нужно показывать, что они со мной дружат. Но мы с ними продолжаем дружить и переписываться. Я вам скажу, что они дребнуют друг к другу. И не все за столом, что они мне говорят. А говорят, ты помнишь Хана? Я говорю, помню. Он говорит, так испортился. То есть я к Хану, он говорит, помнишь Бо? Я говорю, да, так испортился. Так я к чему говорю? Они уже все замы директоров института больших. Это нормальная ситуация. Но они создают свои сообщества. Они их продвигают. Почему? Это слава, это деньги, это ситуация своего понимания, в каком месте ты в обществе находишь. Человек остается человеком. Поэтому вот такая конкурентность все равно будет у них и будет у всех, кто работает нашей системой. Не надо никого идеализировать. Люди работают в основном для того, что... Ничего личного. Бизнес. Особенно в капиталистических странах. Помните об этом, когда вы дружите в засос. Помните. Так вот, смотрите, в Японии популяризация программ скрининга, просветительская работа. Вот это у них очень, конечно, серьезно. Но я думаю, эти знаете что? Я когда вот это все читал, я вспомнил, как на Гинзе меня прихватила один раз, ну в хорошем смысле, сирена. И там началось учение. Так вот, представьте себе, кто был в Японии, что такое улица Гинза, да? Они все сели вдоль домов, все, и закрыли голову вот так. Все японцы стали кричать громкоговорители. Это произошло за 3-5 минут. Я один как дурак остался, и по-моему, 2 или 3 англичанина, которые шли передо мной, потому что они кричали по-японски. Англичане тут же сели. Так вот, я скажу вам, что вот это вот очень важно. Более того, им удалось добиться, и в учебниках японских это написано, что мы бомбили Хиросиму и Нагасаки. Можете проверить это. Значит, там есть одна надпись, что мы с вами вели войну до 45-го года. Потом абзац, вы можете прямо переводчикам спросить, школьный учебник, в котором написано, что была сброшена бомба, потом абзац, зашли американцы и начали помогать. Что может подумать? Да я к чему? Какова сильная информационная система? Если информационную систему нашу подработать и работать нормально, ну, наше с вами поколение 100% считает, что бомбили мы их, Хиросиму и Нагасаки. Вот это вот оружие наше, Ассоциация онкологов России. Она была давно создана мне доверенной честью. Я очень счастлив и вообще горжусь тем, что доверенной честью ее возглавлять. Я все сделаю для того, чтобы мы с вами объединились в этом смысле. И массу мы с вами подтянем к нам людей. И я уже говорил с нашими немецкими коллегами, что в том числе с теми, которые учился, чтобы они вступили к нам и в Адиор. И вот эта Аора и Адиора, это должна быть, конечно, совместной историей, совместной организацией. Не будем повторяться. Два слова о канцерегистре. Наш вы представляете. И что он представляет? Тут специалисты, и не надо мне о нем рассказывать. Еще раз я говорю, что там, наверное, все это будет вывешено. А значит, что с Соединенными Штатами Америки? Соединенными Штатами Америки, я вчера уже пытался сказать, что они учитывают Техас, Аляску и Алиутов. Потому что они считают, что Техас населяют мексиканцев, которые трудно привести на обследование. Но они говорят, что это наше дело, и мы можем по нашей математике, которые создают атомное оружие, легко высчитывать, что там происходит на самом деле в Техасе, если бы там жили американцы. Ну, то есть, это тоже такой регистр их внутренний. Это наше дело. Хотя они с неплохим обхватом работают. Что у них интересно? У них все вокруг, у них ведется и канцеррегистр, кроме ведутся и госпитальные канцеррегистры. Те посильнее. Те посильнее. Те такие с выводами для клиник. Ну, это естественно. У них клиники, вы знаете, как города, которые классно работают. Самый интересный и шведский. Он самый, во-первых, старый. Один из самых старых. С большим охватом. Всю популяцию страны. Все медицинские учреждения должны сообщать о вновь выявленных случаях рака, диагностировать. Данные о пациенте вплоть до ПИНА. Но вы знаете, насколько у них там ИДИ работает, вот этот индивидуальный учет даже в магазинах. Ну, не будем. Данные наблюдения, фоллоуап, верификация качества канцеррегистра проводится с использованием национального госпитального регистра. Все очень совершенно. Маленькая страна. Но нам пока еще, может быть, несколько моделей действительно у нас сделать. Посмотреть вот этот вот опыт, чтобы понять, как у нас, может быть, даже и на север-западе. Еще раз вернусь в Германии, что уже теперь по регистру, но в виде показателя в Германии во всех федеральных землях решения вопроса различаются. Там действительно разное совершенно законодательство во многих федеральных землях. Тем не менее, я хочу вам напомнить, что по нашему канцеррегистру мы находимся не на последнем месте. И нам вместе надо проделать некоторые усилия. Но в связи с тем, что была большая у нас критика, на самом деле мы все-таки убедили наше министерство. И они об этом говорят, что наш регистра надо передать в ЕГСЕ ИИС. И он никому не будет принадлежать. И, видимо, он будет, так как мы много критиковали, то Ростех хочет его забрать. И он, наверное, его заберет. Потому что мы тут не сильны для распределения лекарственных препаратов. И мы будем участвовать там как эксперты. Мы своего добились. Убедили министра. Министр, по-моему, с этим согласился. И теперь уже мы теряем регистр. Но, вы знаете, баба с возу кабой ли легче. Я уже так намучился с ним, что, видимо, мы его будем отдавать. Но это уже теперь не наше решение. Что касается... Ну, будем вести какой-то свой там местечковый. Так для себя. На этом слайде вы видите, в принципе, стандартную схему ранней диагностики рака, разработанную по рекомендациям ВОЗ. Я хочу только обратить внимание, что все проблемы, которые они выставляют здесь, вот это оранжевое, вот это оранжевое, они тоже такие же, как у нас. И низкая осведомленность, ну, переводите, о раке или неспособность получить доступ к лечению. Барьеры, низкая медицинная грамотность, которая приводит к значительным задержкам в обращении за медицинской помощью. Это все в оранжевых. Это их проблемы, это их слайд, я даже его перевести не успел. Я просто на ходу перевожу. Интервал между диагностическими процедурами может происходить на одном или нескольких уровнях. Многие уровни могут быть затянуты. В зависимости от места первоначального представления. Требует координации между службами. Координация между службами не всегда хорошая. Основное лечение рака состоит из одного или нескольких комбинаций методов. Хотя эти комбинации методов могут не соответствовать схемам. У многих пациентов возникает проблема из-за барьеров с невозможностью оплатить или доплатить за лечение. Следующий слайд тоже проблемный. Пожалуйста, маршализация пациентов в Великобритании. Те проблемы, которые они выставляют, очень схожи с нашими процентами. Например, что 23% попадают в специализированные направления по экстренной помощи. 23% в Великобритании. Небольшая страна с прекрасными дорогами. Потом эти больные не всегда попадают в эти канцер-регистры. И тоже продолжают наблюдаться в тех госпиталях, которых есть. И это при том охвате, который существует у них. Ну, я, наверное, буду заканчивать, потому что совершенствование системы диспансеризации и скрининга нам, конечно, с вами нужно. Но теперь, я еще раз повторюсь. Я уже слышал об этом, что так как мы вместе договориться не смогли, что Ростех сказал, что они будут прекрасно вести канцер-регистр наш. И будут влиять на, вы знаете, что им поручено на назначение химиопрепаратов. Поэтому мы от этой, слава богу, будем избавлены проблемы. Вот. Ну, на примере рака молочной железы мы с вами можем посмотреть, что происходит в странах. И насколько это все по-разному. Какая заболеваемость. Мы по нашим тоже можем пройтись, но вы увидите, что как это все происходит, что в мире прирост заболеваемости высок. И мы должны, конечно, эти цифры. Но под кого равняться? Посмотрите Европу, посмотрите Америку Северную. Какая разница в Европе и в Северной Америке заболеваемость. Два раза. Это что значит? Они тоже не добирают? Ну что, там могут болеть реже, что ли? Не могут. Если на 100 тысяч такая в Европе, просто там скучно. А почему? Потому что все большие центры находятся, обратите внимание, американскую систему, находятся у побережья. Чтобы корабли могли подойти в плане эвакуации и так далее. Все сделано вокруг побережья. В центре Америки не очень хорошая ситуация, в том числе и с первичным звеном. Теперь маммографический скрининг. Обратите внимание на то, что происходит. Насколько по-разному учет во всех странах. И под кого равняться. И под кого заходить. И какая особенно верхняя граница. Тоже совершенно разная. То есть нету стройности такой. Ну здесь я, наверное, про нашу диспансеризацию на примере рака молочной железы не о чем буду говорить. Это наши внутренние. По лучевой терапии я вам просто вооруженность нашу хочу показать. Вот нас что-то требует. Я все время это говорю. Вы сначала посмотрите на нашу. Все вроде неплохо. Но посмотрите, какое старое все. И также совершенно пара кадра. Вот это как приходится у нас сравнительный показатель оснащенности по кадрам. Но это что мог позволить наш? Канцеррегистр. Еще до паспортов. Мы все это высчитали. И мы и знали нашу вооруженную. Ну и все, многоуважаемые коллеги. Наш протонный ускоритель. Это то, что будет происходить с радионуклидами. Я вчера пытался это доложить. Вы это все вчера видели. Кадровая оснащенность. Кадровая оснащенность тоже очень разная. Во многих странах она совершенно разная. Но все. Я заканчиваю. Потому что что-то наковыряли. И помощники мои много. Я впервые доклад еще не отработал. Представляю вам. Потому что с точки зрения доступности лечения тоже все не одинаково. Лучшая ситуация в Италии. 1 к 19 тысячам. А худшая в Индии. 1 к 3 на 257 тысяч. Ну и вот такое различие в мире. В кадровом составе. У меня есть и более тонкие данные. Видим здесь процент онкологов в возрасте более 64 лет. Проблемы сейчас в Соединенных Штатах. Они к этому тоже пришли. И заключительный слайд. Что вот например средний по специальностям США. Из этих двух слайдов. Одна из серьезных проблем США. Это немного более возрастные являются онкогинекологи. Самыми молодыми по возрасту лечащими врачами. Детские гематологи. Онкологи. Что объясняется достаточно недавним внедрением этой специальности. В остальных специальностях. Ну вы знаете. Все наши иммигранты. Которые не проходят на хирурга. Они проходят на. На. Рентгенолога или радиолога. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. Андрей Дмитриевич. Уважаемые коллеги. Кто желает задать вопросы? Да. Будьте добры. Доброе утро. Спасибо вам огромное. Очень приятно. Ваша презентация. Все было очень интересно. Мне интересно ваше мнение. Спасибо. Интересно ваше мнение. У нас сама профессия онколога в разных странах. Очень по разному. По разным критериям. Вот например есть страны где только химиотерапевты и радиотерапевты. Это онкологи. Мы еще идем. Республика Молдова как и Россия. Хирурги тоже. Но хочу вам сказать. Пресс на нас сейчас. Очень большой. Чтобы хирурги были исключены. И вот даже вот как-то сравнить это сложно. Я просто хочу ваше мнение по этому поводу. Спасибо. На нас тоже очень большой пресс. Я должен вам сказать. Что мы сейчас уже подписали. Что у нас будет. У нас будет три года ординатуры. Из них первый год. Очень похож на интернатуру. Чтобы закрыть САОП. Потому что у нас кадровая ситуация. Чтобы год человек. Если он захочет дальше учиться. То он потом действительно разделяется на специализацию хирург-онколог. На хирург-онколог. И хирург и онколог. Онколог это химиотерапевт. Единственное что мне удалось вырвать из этого. Вот последнее это радиотерапевт. Чтобы радиотерапевты учились отдельно. Да. Ну в смысле как. Но не учили первый год как онкологи. Потому что нечего им там особенно делать. Они все равно воспитываются все в онкологических клиниках. И будут вынуждены пройти просто более углубленную. Первые там полгода онкологическую. У нас 9 дней. Я не знаю сколько у вас. У нас 9 дней курс идет в институте. 9 дней онкологии. Насколько я помню. У нас курс онкологии в институте. 9 дней. Вы имеете в виду для студентов. Да. И он выходит собственно. На самом деле если завтра война. Если завтра в поход. Он может идти онкологом. У нас сейчас молодежь такая продвинутая. 9 дней. У нас у женщин задержки дольше бывают. Так вот я думаю конечно у нас короче есть проблемы колоссальные. Но они во всем мире есть на самом деле. Потому что есть перебор. Но что такое сейчас делать с нашей стипендии. У нас крошечная стипендия. Мои все ребята ординаторы все в лаборатории подрабатывают. Чтобы 20 или 30 тысяч платить. У них 7 тысяч. 7 тысяч стипендия. Сейчас посмотрите на студентов. Да. Поэтому как его 2 года с семьей в ординатуре держать. А сейчас 3. Он бедный конечно. А специалист не самый лучший. Вы сейчас придите. Мы все почти завкафедрами. Вы приходите в институт. Ребята кто хочет быть хирургами. Помните сколько было рук. Я помню как мы рвались в операционную. Как мы ночами дежурили. И все. Сейчас невозможно набрать ни одной руки. Больше даже идут просто в онкологию. Поэтому Ларис Иванович у нас такие же проблемы. И менталитет похоже и проблемы. Андрей Дмитриевич. А зачем больше стипендий. Нет мотивации. Ведь он придет в регион онкологов. Там зарплата 40 тысяч. А если вы сейчас стипендию дадите 40 тысяч. Который к чему придется. Будет. Да. Поэтому тут проблема такая. Глобальная. Вертикальная. Андрей Дмитриевич. Скажите пожалуйста. Вот. Ну мы наверное больше с вами знаем. Сейчас нам министерство делает вертикально интегрированную информационную систему. И вы сказали наш регистр будет под Ростехом. И нам вот эту систему делает Ростех. Вы это имеете ввиду? Нет. Будет по настоярщему. С регистром плохо дело. Я так понимаю. Значит смотрите все. Значит решено что в связи с тем что мы договориться не можем. Я просто был на этом совещании. Так как мы считаем что. Значит началось совещание с того. Это было два месяца назад. Оно было общее. Оно было рядом с Росатомом. Я случайно не упал. Никто из онкологов не был приглашен. Значит цитата. Один из великих говорит. Онкологи не могут договориться. Договориться. Посмотрите какая критика идет на регистр. Регистр их не устраивает. Им нужен хороший инструмент. Вторая цитата. Откуда у них инструмент когда у них нет таких служб. Все службы находятся у нас. Мы все это отработали. Тогда не нужно им. Не нужно. И все говорят не нужно. А мы тогда по информационной системе. Тогда что делать с федеральным проектом? Тогда мы сделаем так. Мы будем их приглашать как экспертов наемных. А математики, регистраторы, люди которые будут анализировать, аналитики будут от нас. Подходит? Подходит. Эта программа запущена. Правительство о ней знает. Так что не тревожьтесь. Своего добились. Сейчас уже было мне нечего пать голову. Произошло то что мы с вами хотели. Будем участвовать там как приглашенные эксперты. Но вот на это заседание пригласили только потому что один из моих пациентов находился в это время в клинике. Говорит как вы не в курсе. Я говорю не в курсе. Срочно в 3 часа. Это было 8 часов утра. Просто я на обходе он мне сказал. И он мне выписал пропуск. Я проехал туда. Там закрытое учреждение. Идет обсуждение. Потому что к сожалению пока такие деньги будут вливаться в химиотерапию. Будет двойной тройной контроль за химиотерапевтическими препаратами. Есть сейчас очень удобная платформа для того чтобы забрать этот контроль. И видимо он произошел. Потому что люди там очень умные. Грамотные. Влиятельные. Вхожие. И они конечно понятно что мы с вами дали пас. Тот который нужно дать. Не успели сделать приказ. Из-за вот этой затяжки мы знаем причину. Кто там работал над этим приказом. И сейчас чтобы его не было. И закон мы с вами 323. Его вычеркнули в последний день. И мы знаем по чьей причине. Он же шел в 323 закон. И мы с вами его вычеркнули. И вычеркнули с удовольствием. И как раз все помнят что вот эта недоговоренность. И была причиной того что его вычеркнули из проекта 323 закона. Когда он шел. Поэтому законной функции нет. Он не в законе. Он не в Минздраве. Поэтому конечно мы его к сожалению утеряли. Валерий Владимирович пожилой человек. Я думаю что он это перенесет. Как-то мы его уговорим. Ну будем вести какой-то вот свой тут. Ну или будет переглашаться. Ну что делать. Времена меняются. Будем работать. Может они опять поменяются. Ну в этом наверное есть какая-то разумность. Потому что у нас все-таки регистрация идет по-разному. В разных субъектах. Абсолютно разные цифры. Вот я абсолютно уверен. Что у нас разные показатели заболеваемости. Смертности в регионах. Не потому что там фактическая такая заболеваемость. Потому что регистрация недобросовестная, некачественная, неотработанная система. Разная информационная система. Вот эта ступень она наведет порядок. Тем более сейчас скорее всего это вызвано тем, что вливаются большие деньги. Их надо контролировать. К сожалению наш менталитет не позволяет правильно контролировать деньги. Я думаю, что следующая ступень будет послабление для того, чтобы впустить медицинское сообщество туда. Наверное. Но я думаю, что вот эта система, которую нам демонстрирует министерство. Сейчас вертикально интегрированная информационная система. Она позволит часть информации, касающейся регистрации онкологических больных, для наших нужд оттуда брать. Скорее всего. То есть в принципе я думаю, что все, что сейчас происходит, оно имеет положительную тенденцию с некоторыми отрицательными отклонениями, которые мы еще не знаем, к чему это приведет. Я согласен с Андреем Дмитриевичем. Вот они взяли, отодвинули под Ростех. Но я думаю, тут тоже в этом что-то есть. Может не Ростех, может быть еще кто-то будет заниматься. Но не мы. Но не мы, да. Но они вот, Алексей Михайлович, много нам позволило вот то, что они регистрируют прекрасно сейчас. Прекрасно запускать космические корабли. Мы видим, что это успешнейшие запуски. Что они прекрасно строят мосты без коррупции. Вот это, конечно, все уже доказали за годы. Поэтому сейчас вы совершенно правы. И я думаю, что тут тоже пойдет, как во всех остальных отраслях, прекрасное совершенно, только без специалистов. Потому что будет хорошее, нормальное. Вы совершенно правы. Ну, то есть у нас это абсолютно есть 20-30 примеров мощнейших организаций, которые прекрасно идут по этому направлению. Ну, я согласен отчасти с тем, что... Поэтому держитесь. Коллеги, у кого еще вопросы? У кого вопросы? У нас время есть. У нас, к сожалению, двух докладчиков нет сегодня. Да, будьте добры. Я хочу вам представить. Не все знают Лариса Ивановна. Вы знаете, что это директор Института онкологии и радиологии в Молдове. Член АДИОР. Профессор и вообще наш большой товарищ. Спасибо большое. Вы знаете, у нас мы сейчас на этапе, когда тоже представляем проект о регламенте нашего канцерного национального регистра. И вот появились вот такие вот мысли, что он как бы должен быть либо в страховой компании, либо он должен быть действительно в какой-то отдельной структуре, не в медицинском спектре. Но вот я думаю, что у нас настолько некорректно еще приходит вот эта информация из территории. Они же там просто без онкологов не смогут правильно разобраться, чтобы они эту статистику действительно корректно ввели. Хотите, не хотите, все равно без нас им там не обойтись на этом первом этапе. Я даже не представляю. Там, наверное, нужно уже создать свою группу медиков в этой структуре, чтобы она была и каким-то образом определяла эту этапность эволюции и правильность, корректность этого диагноза. Ну, в любом случае то, что происходит в нашей стране. У нас сегодня в институте создано консилиум референтный, да, который, получая вот эти вот информации, извещения о том, что есть новый случай, они садятся и опять заново рассматривают каждый случай, чтобы поставить финальный диагноз или не поставить. Поэтому мы пока еще боремся. Вот я уже слушаю вас, сижу, думаю, как нам поступать дальше. Спасибо большое. Алексей Иванович, тут несколько аспектов надо разделить. На самом деле, я помните, я вчера попытался сказать словами Ландау, что надо работать, а времена изменятся. Дело в том, что у нас с вами все равно рабочую группу, кто бы ни был там, я не знаю, может быть, я неправильно говорю, может, не Ростех, может быть, еще какая-то будет создана структура, может быть, и тут, может быть, Алексей Михайлович прав, потому что мы еще не проходили по этому пути, вот, и, может быть, они действительно будут хорошо вести, но то, что мы с вами будем туда приглашены экспертами, это без сомнения, но такими экспертами, которые, хорошо, если мы не будем статистами, но это от нас зависит, да, потому что мы сможем, ну, как-то работать, наша группа будет работать. Важно что? Важно действительно продолжать работать в этом направлении, потому что все от нас зависит, отдадим мы это, ну, в смысле, своей аналитике. Но, с другой стороны, важно, чтобы их убедить сразу, если даже они будут, ничего в этом может быть плохого и нет, чтобы они выделили на науку, вот, на науку ведения регистрации эпидемиологии, чтобы поддерживали таких специалистов, как Вахтанг Михайлович, который всю свою жизнь убил на то, чтобы вот эту вот, вести тему. Валерий Владимирович, они же, это же люди, которые, ну, и многое я не буду перечислять, а там же тоже своя школа, и чтобы они вот школу эту не загубили, чтобы не пришли другие реформаторы молодые, которые сказали бы, мы будем экспертами, эти уже все постарели, мы будем экспертами. И что люди? Будет, как у нас любят, до основания, а затем сначала разрушат опыт этих людей, великих, которые по 50, по 40 лет все это занимались. Так и будет. Почему? Потому что мне интересно анализировать прежние ошибки. Вот это вот я боюсь. А оплатить никто не хочет за то, чтобы поддерживать и эту группу, и эту группу. Гораздо выгоднее нанять административные линии. Беляев, Каприн, Стилидия. Отвечаете, вперед. Вот, и мы с троем садимся и говорим, опять же, Вахтанг Михайлович, там, Валерий Владимирович, там, Иван Сокрович своим там ребятам. Давайте срочно в рабочую группу, начинается эта же история. Этим нет дела до этого регистра, им нужно понять, как упали туда кровные. А этим нет смысла, потому что они не стимулируют. Это что? Представляете, какое должно быть финансирование? Эту группу рабочую. Вот мы, например, пытаемся с Роснаукой сделать общий проект. Финансирование не всегда позволяет нашу группу оплатить. Ну, другое ведомственное финансирование. Как они будут оплачивать группу? Они их нанимать будут. Или аутсерсинг с институтом. Что-то я не видел, чтобы ни один наш институт, как экспертов, не наняли ни в одну на аутсерсинг. Аутсерсинг, не в страховых компаниях. Я думал, что когда заговорили о страховых компаниях, страховые компании, нет, они на нас дрючат, штрафуют, а экспертизой пользуются бесплатно. Поэтому страхуют. Я думаю, что будет то же самое. Будут дрючать, требовать. Мы не увидим ничего, но требовать будут. Потому что эта структура мощная. Я не про Ростех. Мы с ними дружим и так далее. Какая бы структура ни была, она будет все равно надзорная. И я не возражаю. Но сначала нужно выстроить, ну хотя бы, как вы всегда говорите, Алексей Михайлович. Вот этот вот квадратик. Вот тут вот. Ну, например, ну давайте отойдем. Мы уже замордовали бедные Ростех. Не они. Они много делают полезных вещей. Росрегистр будет, например, называться компания. Вот она будет создана. Чья она там дочка будет, неважно. Росрегистр. Кто под Росрегистром? Какое подчинение? Будут они подчиняться Минздраву? Каким образом они будут относиться к науке? Потому что там же научную составляющую уничтожить тоже нельзя. А я не знаю, как у вас с наукой. Мы в этом году получили плохо по науке. И мне трудно будет поддержать Росрегистр в научных разработках. Мы всегда получаем плохо по науке. Ну вот. Это не исключение. Ну вот. А тут, может быть, когда создастся вот этот Росрегистр, хлынет поток с этих денег. Но я что-то не видел, чтобы в программе было это предусмотрено. Андрей Ильич, я немножко, можно я свое мнение, немножко с оптимизмом смотрю на это. Я с оптимизмом. Ведь что у нас? У нас в 90-х годах произошло. Мы создаем раковые регистры. Вот это было то большое благо, то, что мы сейчас имеем, имеем эту регистрацию. Но мне кажется, это было не доведено до конца. Потому что вот эти раковые регистры, они созданы были по-разному в разных субъектах. Вот более правильно сделано в Санкт-Петербурге. Это вот есть подразделение МИАЦ. Ну вот оно так звучит, но все равно там мало специалистов, которые занимаются регистрацией онкологических заболеваний. А мы ездим по субъектам, там в онкодиспансеры сидят, один-два человека, ноутбук, работы много, регистрация плохая. То есть все сделано по-разному. Если сейчас произойдет развитие вот этой системы, она может быть не выстроится. Может быть оно пройдет несколько ступеней. В Норвегии, я был в Норвегии в раковом регистре, я считаю, что это здорово. Но это маленькая страна. Она по размеру, по количеству жителей, что-то типа Санкт-Петербурга. Но там раковый регистр, порядка 100 человек, это отдельное подразделение. Там вот эта информационная система, они видят пациента от регистрации и до смерти. Они видят там все протоколы, как лечат, и вся статистика внизу. И там же аналитика, там экспертиза качества. Ну все равно мы должны строить свою систему. Но у нас пока этого нет. Может быть вот то, что сейчас собирается сделать, на себя забрать всю информацию, это как первый этап, а потом что-то будет создано. Я согласен с Андреем Дмитриевичем, дай Бог, чтобы если бы оно было создано, а не только порушено то, что работает. Но пока очень разрозненно, вы видите статистика, какая разная. Она отличается в два раза по субъектам. Но я абсолютно уверен, что нет такого различия по фактической заболеваемости и смертности. Потому что по-разному это все регистрируется. Ну, еще надо посмотреть, как будет, если бы, а с другой стороны, что мы, они в субъектах переделываются, потому что будет другая компания заниматься. Я не думаю, что человек так быстро переделывается, скажет, по щелчку сегодня так, а завтра им покажут 500 на 100 тысяч человек. Почему? Потому что у нас на самом деле есть еще одна большая проблема. У нас нет вертикального подчинения НМИЦам. И я об этом говорил Евгению Геннадьевичу. У нас что получается? НМИЦ должен всем регионам, а регионы совершенно не имеют никакой ответственности перед НМИЦами. Нету, не подписано соглашение. Я прошу сделать. И странно, что вот вы, как тоже, не знаю, поддерживаете меня или нет, но я не слышу этой поддержки, что вот здесь надо нам с вами включиться, вот здесь наша дружба, вас, Иван Сократовича, втроем, чтобы мы подписали соглашение с регионами единым кулаком, что не только НМИЦы должны регионам, но и регионы НМИЦам, в том числе и давать свое, в том числе и НМИЦы должны участвовать в характеристике, а может и подписывать характеристику главным онкологам на их место занимания. Так же, как нас с вами назначает министр, так же и там, вот где вертикаль. А когда мы с вами, ну давайте еще раздадим всех руководителям военных частей, губернаторам, и тогда у нас будет что? Тогда у нас будет законченное княжество, где он отвечает только перед губернатором. А губернатора я слышал нескольких, особенно вот те, которые, то поколение, которое вот сейчас ушло, сейчас молодые ребята, они понимают, многие из тех не понимали, говорят, сокращай заболеваемость. Говорят, да нельзя вам сокращать заболеваемость, заболеваемость – это другой показатель. Не-не-не, заболеваемость. Я говорю, а почему у вас такая большая смертность? А у нас заболеваемость-то какая? Да никакая. Ну так они, помните регионы, которые писали высокую, они говорят, то есть с этим у них в голове была связана смертность. Болеют так много, а вот посмотрите, в общей популяции в стране там 670 тысяч заболевает, и 290 умирают, ну например, да, половина. Она говорит, и у меня половина от общей популяции, поэтому у меня-то тоже много. Вот и все. Вот сейчас прошла информация, высокая заболеваемость в нескольких регионах России построили, и подняли суету, заболеваемость высокая, что делать там, ну вот, и не довести. Ну нам соглашение надо подписать, мы самое главное не делаем, мы друг друга тут дрючим, нас поддрючивают в Минздраве и все остальные в том числе, и правильно делают. Но мы друг друга еще мыкаем, а нам нужно единым фронтом просить то, что нам нужно, чтобы НМИЦы наши с вами не потерять как регистр, а то нашу онкологию сначала мы это сделаем, потом нам онкологию скажут, что нужен нам ментор, кто-то из хирургов, который прекрасно занимается сейчас этой системой, уже говорят же о том, что кафедры наши надо передать в виде курсов, и говорят давно на хирургические кафедры. И вы это тоже слушаете, сейчас отдаем регистр, следом отдаем кафедры, потом отдаем это, потом с нас снимут штаны, уже будут, сейчас через штаны порют, а потом будут на голую задницу пороть. Продолжение следует...